Добрый день, уважаемые желтоводцы! Наше правительство, правительство Украины, приняло решение о том, чтобы цены на газ были одинаковые для всех. Поэтому цены на энергоносители, цены на тепло, на горячую воду, на электроэнергию будут расти и дальше. Единственный механизм, который предусмотрен компенсацией населению для удорожания цен на энергоносители, это система житловых субсидий. У нас в городе жители города Желтой Воды активно пользуются этой системой. Мы закончили отопительный сезон 2015-2016 годов, у нас показатель было свыше 13 тысяч пользователей субсидий. Начиная с мая месяца, у нас еще 5054 семьи записалось на житловые субсидии. Как же можно сдать документы на назначение житловых субсидий? Есть три способа. Первый способ – записаться на прием, заполнить документы и сдать нашему специалисту. Второй способ – передать по почте с уведомлением. Мы этот документ будем принимать, обрабатывать. В случае возникновения ошибок мы будем приглашать представителей семьи, чтобы исправить эти ошибки и снова пускаем в работу. И третий документ, третья возможность – это по электронной почте. У нас такие обращения были, но там какое ограничение? Что в обязательном порядке должно быть электронная подпись. Мы должны идентифицировать заявителя. Если же нет, по электронной почте мы получаем документы, распечатываем, снова приглашаем представителей семьи и оформляем дальше заявление. Такой важный вопрос, который мне задают, это как же, если люди отключаются с системой центрального отопления. Я вам хочу сказать, что когда вы заполняете заявление о назначении субсидии, то пишете, обязуясь в течение месяца сообщить об изменениях, которые произошли с дачи заявлений. То есть, условно говоря, если вы раньше писали, что отопление было у вас от КП ЖТО «Степломеража», потом изменили систему отопления, то вы обязаны в течение месяца нам об этом сообщить. И мы пересчитаем субсидию в зависимости от вашего заявления. Это очень важно. Почему? Потому что, если этого заявления не будет, а ответственность несет тот гражданин, который это писал, то мы излишне начисленную субсидию вынуждены будем взыскивать человека. Взыскивать можно по-разному, в добровольном порядке или в судебном порядке. Поэтому я очень прошу, уважаемые желтоводцы, если у вас произошли какие-то изменения в порядке назначения субсидии, при назначении субсидии в обязательном порядке, нас об этом информировать. Еще один очень важный момент. Согласно пункта 20 постановления Кабинета Министра 848 о назначении субсидии, говорит о том, что субсидия может быть прекращена, если люди не платят обязательный платеж, так называемый обязательный платеж. Когда получают уведомление, в уведомлении четко расписано, сколько кому нужно платить. И коммунальное предприятие может предоставить нам информацию, и мы тогда прекратим субсидию. Такие обращения у нас есть. К сожалению, люди страдают. Я очень прошу, уважаемые желтоводцы, если у вас возникает разная ситуация, болезнь или длительное отсутствие, или еще какие-то разные варианты, пожалуйста, обратитесь в коммунальные предприятия и решите этот вопрос с ними, о том, чтобы заплатить обязательный платеж в такой-то и такой-то период. Иначе коммунальные предприятия нам подают такую информацию, а мы вынуждены прекращать субсидию. Тут, правда, есть такой момент, что человек может снова обратиться за назначением субсидий. Ну, тогда мы назначим субсидию с момента обращения. Еще один момент, который уже начинает с мая месяца прошлого года действовать, с этого года действует о том, что правительство выпустило постановление, согласно которому внесены изменения порядка назначения субсидий. Сейчас назначается либо субсидия, либо льгота. То есть те люди, которые пользуются льготой, они сами должны посчитать и прикинуть, что им выгоднее – назначать либо субсидию, либо льготу. Льгота, она не прекращается. То есть человек имеет право на льготу, независимо от того, пользуется он субсидией или нет. Но если он написал заявление на субсидию, мы считаем эту субсидию и выдаем уведомление о назначении субсидии. То есть заявление о прекращении субсидии человек может только сам написать. Поэтому, если вы посчитали и считаете о том, что вам выгоднее, ну, предположим, в летний период пользоваться льготой, пожалуйста, пишите уведомление на наше имя. Прошу прекратить назначение субсидий. Каким же образом определить, какой размер субсидий вам положим? У нас на сайте нашего министерства расположена такая табличка, которая говорит «Расчет субсидии». Можете зайти на этот сайт, посмотреть, задать свои параметры, и там моментально проводится расчет субсидий. Сколько вы будете получать? Мы проанализировали в среднем, сколько в городе Желтой Воды средний размер субсидий. В отопительный сезон, я думаю, он будет свыше 2000 гривен. Это достаточная такая существенная поддержка нашим жителям в таких сложных условиях. Еще хочу напомнить, что начиная в размер субсидий не включается материальная помощь, разовая материальная помощь. Но с разовой материальной помощью взимаются налоги. И мы пользуемся той информацией, которая нам предоставляет фискальная служба. Если же вы хотите, чтобы ваша материальная помощь не включалась в расчет субсидий, берете справочку на предприятии, которое выплачивало вам материальную помощь, и на обратном стороне пишете заявление на мое имя, начальнику управления Ядыкину. Прошу не включать материальную помощь, полученную мною разов, до расчета субсидий. И мы тогда не включаем такой расчет. Еще один важный момент – это регрессные выплаты. С 21 числа вступило в силу постановление Кабинета министров, в котором говорится о том, что регрессные выплаты не включаются в расчет субсидий. Но если мы уже субсидию назначили и уже включили эти регрессные выплаты, то для того, чтобы пересчитали, вы должны снова написать заявление, предоставить необходимые документы, и мы будем рассчитывать субсидию уже без этих регрессных выплат. Уважаемые желтоводцы, я понимаю, что ответить на все вопросы чрезвычайно сложно, поэтому в нашем управлении принято решение о том, что организованы горячие линии, на которые желтоводцы могут позвонить и получить квалифицированный ответ. Эти номера телефонов, пожалуйста, можете запомнить и записать. 5-63-39 – это первый заместитель начальника управления Крекотин Елена Михайловна. Второй телефон – 5-50-21 – это информатор-кортинатор. И третий телефон – 3-28-03 – это приемная нашего управления. Спасибо за внимание.